Водители 35 маршрута признаны самыми пунктуальными и вежливыми. В Якутске подведены итоги народного голосования на звание лучшего автобусного маршрута. Конкурс городская администрация проводит ежегодно с 2015 года. Евгений Тайтонов продолжит. На городских маршрутах в столице республики ежедневно курсируют 420 автобусов по 19 маршрутам. Городская администрация объявила конкурс на звание лучшего маршрутного автобуса. Главным критерием отбора это было количество нарушений, графиков и дисциплины в целом всего водительского состава, который осуществляет перевозки пассажиров на территории городского города Якутск. Дисциплины, правила обслуживания, качество обслуживания пассажиров, соблюдение графика движения. Во время конкурса пассажиры также могли выбрать лучший маршрут через интернет-голосование. И, как известно, у каждого свой критерий оценки. По частоте, по интервалу, как они ходят. Очень плохо ходят, кстати, некоторые маршруты. Есть определенные маршруты, которые хорошо ходят. А бывает, когда живешь какой-то автобус, и вот два-три, по два-три раза проходят, а этот мой автобус не подходит. Бывает такое. А главное, быстрота и все. А то опаздываю на парк каждый раз. И за это могу отчислиться. А лучшим по итогам этого года признан 35-й маршрут, где, по мнению самих пассажиров, трудятся самые опытные и преданные своему делу водители. Один из них – Евгений Платонов, водитель с 33-летним стажем. За руль пассажирских автобусов он сел 17 лет назад. Если 6.45 первым идешь, 6.45, там, 5 просыпаешься. Если позже идешь, там, 13-м, 10-м, там, 6 утра просыпаешься. Это нормально. Ну, режим такой у нас у автобусников. Камеру установили, вот, как мы сейчас. И валидатор, вот, модуль. Лучшую сторону все меняется. И вежливые стали пассажиры. Протяженность 35-го маршрута составляет 22,5 километра. На всем пути он совершает 45 остановок. Самое главное для водителей этого маршрута – вежливое отношение к каждому пассажиру. Самое главное требование, чтобы к пассажирам они относились, ну, достойно, не ругались, ничего. Ну, и по работе, чтобы ехали, не нарушали, ни график не нарушали, ни машины, чтобы не гонялись, там, никуда не летали, ни с кем. Ну, как бы спокойно ездили, работали, ну, чтобы люди были довольны, а не так, чтобы там жаловались постоянно на нас. В окружной администрации надеются, что наряду со стимулом для водителей повысится и качество обслуживания пассажиров. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, НВК Сахар, Якутск.